Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И с последнего, что у меня случилось, это я открыл дружеский сундук, из него мне выпало 48 карточек на ядерного робота. Это большой такой босс за фракцию роботов. На арене, ребята, я получил далеко не призовое место, поэтому там очень мало и ненужных, в принципе, карточек мне повыпадало. Так, давай зайдем сюда в квесты. Ага, это мы заберем. Так, армию, ребят, я уже забрал с тренировки. Давай забежим в магазин. Бесплатно, конечно, я возьму. Ну, в принципе, наверное, и все. Можем попробовать зайти сюда. Ежедневные испытания. Давайте глянем, по крайней мере, кто у нас тут. Опачки. Ну, ладно, давай посмотрим, кого мне дадут с их позволения. В принципе, есть, наверное, ребята, шанс выиграть. Наверное. Давайте попробуем. Будем такую же армию, наверное, брать. Жалко, конечно, что мы не можем здесь взять босса. Так, там у них паладин, да? Черт, я не знаю. Сможем ли мы вот именно этим отрядом? Но нам нужно победить. Взять некра. В принципе, как вариант было бы неплохо. Или же все-таки взять прыгуна. Давайте, наверное, попробуем для начала взять некра. Если с ней не получится, возьмем тогда прыгуна. Так, смотрим. Здесь у них лучница. Так, бандит. Воришка, да? Будет, конечно, очень сложно, ребята. Во-первых, он имеет преимущество передо мной. Мало того, что он на один уровень выше, но у него все герои на пять звезд. Это будет больно. Но если мы с вами возьмем инициативу, да, быстрее, чем он, то, возможно, победа будет за нами. Так что не будем, как говорится, раскисать. А будем стараться побеждать. Так, сейчас стопудово он вызовет наверняка... Да-да-да-да-да, именно вызвал воришку. Ладно, я, в принципе, готов. Буду сейчас его ловить. Вот так вот. Минус. Отлично. Двигаемся дальше. И, по-моему, уже надо нам вызывать с вами некра. Вызываю, короче, я некра и буду прикрывать это все дело Бали... Тихо, тихо, тихо. Вот так, вот так. Так, Баллисточку вызовем. В принципе, Паладину уже хана. Так, еще выходит у нас, значит, Мак-Воин. Так вот, мне не нравится, ребят, что вор идет, вор. Так, мы его подловили, отлично. Двигаемся тогда дальше. Можно ускориться, ребят, здесь. Потому что я уверен, что победа будет за нами. Так, и ускорение поставлю вот здесь. Все, просто идет тотальный расстрел базы и победа, как вы видите, за нами. А 22 карточки, ребят, на дороге все-таки не валяются, согласитесь, да? Тем более, кого? Мага-Воина. Ну что же, с первой нас победой. Неплохое начало. Тем более, ребята, вы прекрасно понимаете, мне для разминочки это просто необходимо. Чтобы идти дальше, как говорится, выносить себе мозг на основной сюжетной линии. Так, берем тот же самый абсолютно состав. Вы сами прекрасно видите, что он очень хорошо здесь зашел. Но, опять же, могу повториться вам, что сейчас зашел, а, например, в этом бою мы можем с вами сфейлиться. Элементарно. Не знаю, от чего это все зависит. Видимо, от того, как будет играть против нас компьютер. Как искусственный интеллект решит. А может быть, как алгоритм выпадет. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас стоп-дово опять. Ну, естественно, естественно, выходит бандит. Я его так же буду ловить. Я смотрю, схема у него та же самая. Вот дудки тебе. Хорошо, после этого мы будем с вами опять же вызывать некра. Ну-ну-ну-ну, давай, родная моя. Так, сейчас опять будет бандит, по-моему, уйти, да? Опа, нет, ребят, смотрите, он немножечко все переделал. А мы тогда так же в ответку. И у нас пока все... Нет, 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 некра, живи! Так, секунду, что-то тут... Что-то тут вообще все по-другому. Переигралось у него. Ай-яй-яй. Так, хорошо, давай ускоримся. Я думаю, что ускорение нам здесь поможет. Так, бандит идет. Ну, почему его колобки... А, вот, переловили. Отлично, ребята. Есть все шансы на победу. Да чтоб тебе... А, ну фаербол он устратил. Это, конечно, хорошо. Но зря. Это хорошо, но зря. В общем, ребят, смотрите, уже все. Мы его прижали возле базы. Сейчас просто будем его добивать. И все. Тем более, тут, смотрите... Ой, тихо-тихо, только не под... Ты смотри, он даже не успел пикнуть, бандит. Мы его тут расстреляли. Прямо возле некра. Все, очередная наша победа. И мы с вами получаем 12 карточек на Мага-Война. По-моему, так должно быть. Шикарно. Ну что же, давайте еще один последний бой. Ребят, если кому-то не нравится, вы можете быстренько перемотать. Буквально там 2-3 минутки. Потому что я прекрасно знаю, что вас, наверное, это угнетает. Смотреть, как я прохожу. Но скажу, опять же, что исход может быть любой. Кстати, вы заметили, что я даже без Джиггернаута здесь справился. Причем довольно легко. Давайте, поехали. Последняя, как говорится, у нас попытка. 7 ДНК забираем. И идем с вами на основную линию. Ребят, почему я люблю проходить вот эти ежедневные испытания. Мало того, что нам дают здесь очень хорошие карточки. Так, помимо этого, нам дают еще опыт. А опыт мне очень сильно нужен. Потому что, ну, вы сами прекрасно видели в последней серии, как там жестко. 76 уровни против нас. Но нет просто, ребята, никаких сил уже с ними драться. Просто нет. Не хватает мощей у меня, чтобы их пробить. Поэтому мне нужно набивать себе уровень. Так, паладиныш, да? Паладиныш, это плохо. Давай поможем. Ага, отлично. Блин, да почему? Ну, как так? Вот, я этого не понимаю, ребят. Тихо, тихо, тихо. Бандосик. Так, бандит, иди, иди отсюда лучше, а. Слушай, нам повезло, ребят, что он прошел мимо некра. Вообще круто повезло. Давай еще одну некра вызовем. Сейчас колобки, ребята, здесь свое дело сделают. Они очень-очень сильно бьют. В принципе, сама некра ничего не делает. Твою дивизию, блин. Немножко не успели. Ну, да ладно. Ладно, ничего страшного. Смотрите. Давайте. Мы уже все равно возле базы. Колобки валят любого, кто появится. И, соответственно, мы сейчас быстренько разобьем базу. Ну, давай, 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 маг, воин. Последний удар. Да ел просто паладин тут вышел. Все. Ну, теперь со спокойной душой я, естественно, перехожу на основную сюжетную линию. 7 ДНК. Блин, почему ДНК? Это как в черепашках, как в ниндзя, да? ДНК. У меня в голове крутится все это. В общем, я рад. У нас три попытки. Три удачные причем. Так, в магазинчик я загляну. Кстати, у нас на арене пока нету рейта. Давайте-ка мы посмотрим, кого нам здесь дадут. Может быть, мы сможем пройти. 73-74 уровень. В принципе, не так и круто. И я думаю, что Илья сразу видно наш мужичина. Так, ладно. Давайте я, наверное, выберу вот этот отряд. Мне он почему-то больше симпатизирует, потому что здесь есть ведьма. Поехали. Так, погоди-ка, а я энергию, что ли, трачу на это дело или нет? Вроде бы у меня очень мало энергии. Ладно, фиг с ним, ребят. Сейчас не об этом. Давайте попробуем быстренько пройти. Набьем хотя бы 5-10 место. Меня это вполне устроит. На первое я не претендую, потому что, ну, это практически, ребят, нереально. Сколько я пробовал, не получается у меня, к сожалению, занять призовое место. Даже если я его займу, у меня почему-то обязательно... Тихо! Только ведьм... Ой, ведьмы. Ниндзя здесь нам не хватало. Давайте, ребят, я буду сейчас вызывать... Вот, зараза. А мы тогда так же сделаем. Я буду вызывать ведьму. Она мне здесь нужна очень сильно. Ну, все, ребят. Ведьму вызвал. Теперь я вообще на полном расслабоне. Потому что я уверен, что никто здесь меня уже не сможет победить. Угу. Я еще и ниндзю вызову. Также сейчас мага-воина призову. И все. Хе-хе. Давайте вот эти вот штучки собирать. Ой-ой-ой, богиня света. Ё-моё, куда тебе против меня тягаться? Здесь у тебя нет вообще ни одного шанса, ребят. Да? На победу. Так. Нечего так делать. Минус. Ага, еще и жрица появилась. Мы, главное, с вами собираем деньги. Да? Опыт. Больше нам чего не нужно. Все. Базу разбомбили. И какое же место мне дадут? Первое. Но это, ребят, я вам скажу, пока первое. Хотя, если честно, 223 тысячи итог, это очень крупный. Обычно у меня 160, 150, 180, а тут 223. Ну что ж, будем надеяться, что через сколько там? 8 часов меня не скинут. И, кстати, посмотрите на полоску опыта. Нам осталось совсем чуть-чуть, может быть, где-то одну карту пройти. И мы, скорее всего, получим 72 уровень, что я очень сильно хочу. Ну что ж, переходим к сюжетчике. И у нас, да, ребят, у нас последняя карта на захватчиках. Так, черт. И воблер, короче, жаба с молотом. И пришелец. Поэтому я думаю... Поэтому я даже не знаю, что я думаю-то. Ха. Так, давай вот этим отрядом попробуем. У них энергии много. Ну и на худой конец не жалко, если кого-то мы здесь профукаем. А в данный момент я говорю про мечника черного. Потому что здесь будет маленький пришелец, назойливый летать, как навозная муха, и меня бесить. Пока есть возможность. Вот, вот, вот он вылетел. Пока есть возможность, ребят, естественно, мы будем с вами копить манну потом. А что ты так стартанул-то резко-то? Эй! Братиш! Ты успокойся меня. Блин, воблер идет. Воблера, конечно, надо было нам бомбить прыгуном. Так, не надо! Не надо похищать! А он похитил. Тогда... Блин, вообще-то я на самом деле не так хотел сделать. Так, 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 подожди. Давай, давай. Вот, Джаггернаут здесь нам поможет. Точно вам говорю. Так, вызываю голема. Давай, мечника хватай. Да почему ты Джаггера все время, блин? Мечник тупорылый, блин. Не смог выйти, ребят, к сожалению. Ну, дед, давай. Пора, пора, пора показать им, кто здесь главный. Кто здесь хозяин. Ты-ды-ч! Вот тот и оно. Так, кого? Мечника, да? Ну, естественно, мечника он похитит у меня. Вызываем прыгуна. Также еще одного черного мечника. Вообще круто. У-у-у! Все, мы уже колбасим базу. А помните, в прошлый раз я... Как ты меня раздражаешь, а? Этот мелкий стерванец, блин. Просто похищает. Ну, ладно, что он похищает. А он же может еще, ребята, перепрограммировать, да? И отправить его против нас. Любого юнита причем. Так, ну все. Я думаю, что... Блин, да что ты будешь делать? Что базе хана. Я сейчас... Фаербол сейчас пролетит только. И запускаем. На-ка! Е! А карточку отдай сюда. Ну, что же. Неплохо. Очень даже неплохо. Не сказать, что изи, но на нормале. Так, смотрите. Марпех-жаба тут появляется. Марпех-жаба. Кстати, прыгун, я думаю, справится с ним легко. В чем преимущество у Марпех-жабы перед моими юнитами, да? Что она стреляет таким... Как вам сказать? Сгустком энергии, который наносит урон всем, кто будет стоять в зоне поражения этого шарика. Этого, как говорится, сгустка энергии. Так, ну, ребят, я так понимаю, он, наверное, решил постандарт... Ой, зачем, 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 зачем? Сейчас же, наверное, пришельц полетит. Нет? Марпех вышел? Хорошо, нам бы, ребят, дожить до... Вот, смотрите. Оу, щет! Сейчас похитят. Кого? Джаггера, а? Ну, конечно же. Кого можно еще, ребят? Свистнуть у меня? Только Джаггера, блин. Давай. Тыкс, тыкс. Так, ребят, фаерболл, блин, надо выпускать, по-моему, да? Не хотелось бы тратить просто его вот на одного-то. Вот давай вот все в кучу встанете. И я вам здесь залипашу вот так вот, по полной программе. Деньги только отдайте. Опять этот вонючий мелкий пришельц прилетел. Ладно. Слушайте, по-моему, меня, ребят, здесь прижимают. Блин, очень сильно прижимают. Так, дай сюда. Ну, давай, давай, давай. Сейчас опять Джаггера свистнут. Опа, ураганчик, ребята. Жик! Всех сдуло. Это мне дает небольшое, ребят, преимущество. Я могу, по крайней мере, успеть здесь, как говорится, отрядик себе составить, сделать. Тыч! Шик. Блин, морпех издалека бомбит. Ой-ой-ой-ой-ой, как очень круто он бомбит. Ого. Что-то я, ребят, не могу пробить, представляешь? Давай попробуем накопить на деда. Это, конечно, будет очень и очень сложно. Ну, если выгорит... А выгорит ли оно? Должно, ребята, выгорит. Дед уже на подходе. Есть, вот он, дед, вышел, ребят, все. Я еще и фейербол... Вот так вот взяли пашу. Погнали. Блин, а что так быстро-то? Эй! Они быстро, смотри, как деда раскромсали. Эй, так не годится. Дед, ударь, ударь... Он не успел даже ударить. Твою ж маковку. Могу сказать вам здесь только одно. Этот отряд не заходит здесь, ну, никак. Просто никак, ребят. Хоть убей, ничего здесь не выйдет. Урон, да? Сейчас урон нанесут. Да, урон уже получил по базе. Поэтому, ребят, не будем здесь долго тогда... Возюкаться я сам, ну, скорее не стопудово. Мы здесь с вами, наверное, проиграем. Хотя я попробую здесь простоять как можно дольше. Даже джиггернаут не помогает, представляешь? И все из-за вот этого вот морпеха. Именно из-за него. Ну, еще, конечно, вот эта вот джаба летающая, которая бесит меня. Тырит моих юнитов в неподходящий момент. Не дают вообще ни одного шанса смотреть. Просто пробивает. Все, ребят, проиграл я. Не буду я тратить гемы. Вы знаете прекрасно, что у нас и так с ними проблема большая. Я просто поменяю отряд. Я поменяю отряд и возьму... Значит, там морпехи, которые меня вымораживают. Так, давай, может быть, вот этот возьмем отряд. Хотя и вот этот тоже довольно неплохо зашел бы. Хм. Так, давай посмотрим, прикинем. Там морпех. У нас есть баллиста. Ну, вот этот вообще был бы, конечно, супер класс. Поехали, я попробую вот этим отрядом. Офигеть. Всего лишь три, чувачка. Но вы посмотрите, ребята, уровень какой. 78-й, 76-й. Я не удивляюсь, если в конце будет нам вообще дан 80-й. Вот тогда-то я и сяду на жопу ровненько и заплачу, блин, в подушечку. Других слов у меня просто-напросто нету. И вся надежда у меня вот здесь в данный момент на Ронина и на Мага-Война. С ее отражением. Ну, конечно же, конечно же. Кто еще мог здесь, ребят, выйти? Так, погнали. Ронин подвел меня, ребят. Подвел, потому что он вышел. Смотрите за то, как мы быстро... Ай-яй-яй-яй, не надо, не надо, не надо. Именно ее. Ну, конечно же, именно ее он похищает, ребят. Ладно, я накопил, по-моему, на ведьму. Сейчас, ребята, вызову ее. И пойдет у нас душа в рай. Почему? Потому что ведьма будет делать зомбарей. Тут пришелец, пускай похищает зомбариков, а не главных моих юнитов. Так. Ну-ка. Жух. Да-да-да-да-да. Он даже ничего, по-моему, сделать не успел, да? Лопух. Что я еще могу сказать по этому поводу? Вот, армия зомбарей у меня вышла. Как вы видите, все довольно хорошо идет, получается, у нас. Все, базу мы уже кромсаем. Кстати, здесь очень многое зависит от того, какая у нас база. Ребята, если у нас вот это вот... Как она всасывает, да, в себя, и вражеские юниты ничего сделать не могут. Это большое преимущество по сравнению с той базой, которая у нас была до этого. А был у нас до этого фаербол. То есть, он наносит урон самому ближнему юниту к нашему замку. И, то есть, вы понимаете, если я хочу, например, кучу врагов подбить, а впереди один, то от фаербола здесь, как говорится, толку мало. А вот всасывание, вот это черепушка, он всех на линии, ребята, притягивает к себе и наносит урон. То есть, преимущество, где бы ни стоял юнит. Так, смотрите, воблер 77 уровня, жаба с молотом. О, пачки, ты посмотри, кто у нас тут появился. Появилась улитка со... Так, секунду. Чуть бы не сделал грубую ошибку. Поехали. Вот сейчас будет, ребята, по-моему, битва века. Но если здесь мы с вами пройдем, то, скорее всего, последняя уж точно будет жесткая. Так, копим, копим, копим. Сейчас полетит улитка, стопудово вам говорю. Вот она. Не заставила она себя долго ждать. Сразу же снесет мне юнита. Нет? Ууу. Слушай-ка. А это хорошо, если так у нас все получается. Так, у меня еще очень... Эй, нет, 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 нет. Не надо, не надо, не надо. Похитит гад. Получи тогда. Всех, 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 всех жарим. Всех абсолютно. Воу. Вот обожаю, когда база начинает бомбить по-жесткому. Так, зачем я сейчас ураганчик? Блин, не надо было этого делать. Не надо было применять его именно сейчас. Так, похитил. Конечно же похитил. Что он еще может сделать? Так, давай попробуем вызвать еще баллисту. Сейчас скоро у меня... Ребята, будет суперудар от базы. Я его, естественно, буду применять. Да, вот именно так. Так, что, блин, самураи похитят? Нет, не успеют, наверное. Или успеют? Успел. Успел таки. Ладно, двигаемся дальше. Не нравится. Ну-ка, давай их сюда. Подальше, как говорится. Сдуло все, отлично. Ребят, я, блин, накоплю... Или не накоплю себе на богини света. Сейчас, сейчас. Опа, ускорение. Ускорение, блин. Паладин, да как ты долго бомбишь-то, а? Е, Е, отлично. Как же ты меня достал. Ну, у меня просто нет, ребята, сил с этим гадом бороться. Все, я вызвал богиню солнца. А ну-ка, если так вот. Ха-ха, своего уже взорвало. Отлично. Воблин здесь, ребят, меня вымораживает, потому что он будет сейчас... Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же... Ну, почему ты такая слабенькая, а? Богиня света. Сейчас, по-моему, ее зафигачат. Тьфу ты. Ватная прям, ну, нет сил, ребят. Ватная она вообще. Он достал меня вот своим вот этим дурацким пришельцем. Я вам вот вам серьезно говорю. Просто заколебал. Какие у меня здесь все-таки нудные, долгие, медленные юниты. Я, наверное, только из-за этого сольюсь. Три секунды, ребят, все. По времени слив однозначно здесь выходит. И сразу скажу вам, эта команда здесь полный фейл. Вообще полнейший просто-напросто. Да. Как-то я на большее рассчитывал, если честно. Потому что они очень и очень медленные. Вы посмотрите, как они идут. Плюс не срабатывает никогда неистовство у нашего самурая, который впадает в смертельный там, я не знаю, танец, блин. Начинает бомбить этим мечом, не пропуская никого. Не выходит ни шиша. Ладно, мы попробуем хотя бы с вами. Может быть у нас получится забомбить базу, и мы получим с вами опыт хоть какой-нибудь. Опыт, он же бесценен. Так ведь так? Ну, отлично. Уже базу. Начинаем кромсать. Я делаю здесь, ребята, ускорение. И вся надежда на то, что у нас все здесь пройдет хорошо. Да, скорее всего, мы базу-то запинаем, но не на сухую, ребят. Не на сухую. Все. Победа. Опыт мы, естественно, с вами получаем. И будем переигрывать. Я просто хотел, знаете что? Вот этот отряд оставить на последний этап. Слушай-ка, а если мы возьмем... У меня же... А, нет, есть, ребята, есть. У нас есть поганая улитка, которую нужно, ребята, постоянно контрить. То есть ее нужно держать все время подальше от нашего замка. Но у нас сейчас суть в данный момент одна. У нас все нормально, только лишь по времени. Поэтому... Ну, куда ты? Куда ты, родная, разогналась? Только лишь во время надо уложиться, и все. Смотри-ка, а здесь мечник падает. То есть не выдерживает, ребята, урона. Так, я знаю, что сейчас будет. Сейчас будет вот этому хана. Вот так. Черт подери, блин, ну как ты... На тебе вот вам всем. Аглоеды. Да, Джаггернаут, конечно... Да ладно, еще этот в кучу сейчас бомбанет. Ай-яй-яй. Все, ребят, я накопил на деда. Дед это наша сила. Давай-ка я прыгу на вызову, попробуй. Кого сейчас? Опять Джаггернаута похитит. Да, епрстая. Все время он его именно, ребят, похищает. Постоянно практически. Ну, дедуль, ну. Все, он вышел. И теперь мы, ребят, вот так вот делаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, здесь он ничего сделать не сможет против босса. Что ты сделаешь-то? Ничего... Да, зато он... Джаггернаута. Точнее, этого голема похитил. Ха, пришелец там обратно летит. Да ладно, ребят, смотрите, он вернулся, потом полетел... И опять похитил еще одного юнита. Это было невыгодно для меня, получается. Ох ты, ох ты. Дед-то на ускорение просто... Жесть какая-то. Так, ребят. Тыньс! Мне обязательно нужно перейти на последний этап и забомбить их. Ну, давай, 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 давай. Заморозка! Вот, это хорошо. Все. Это было, конечно, круто. И последний этап, ребят. Последний этап я... Здесь у нас лорд пустоты. Блин, тоже у него полные звезды. 78-го уровня. Как я его буду здесь атаковать? Я ума не приложу своей ведьмой, у которой три звезды. Но в любом случае знаю одно, что вот именно этот отряд мне здесь нужен. И если свейлимся, то я буду в некой такой растерянности, потому что я даже не знаю, кого поставить. Лорд пустоты, он отталкивает... Ну, он бросает какой-то шар, который станет всех моих юнитов. И это очень сильно напрягает, поверьте мне. Очень сильно. Так, Ронин, побежал? Ну, конечно, побежал. Да ладно, этот говнюк сейчас похитит его. Как же ты меня разражаешь, а, пришка. Ребят, я уже 500 мана накопил, так что будем вызывать, естественно, нашу ведьмочку. А там уже мы с вами должны, в принципе, разойтись. Просто морпеха тут не хватало еще мне, а? Давай так вот попробуем. Упс. Ронин, ты... Нет, он никогда не выйдет нормально. Он все время выходит, как наложил в штаны. Все, ведьма тогда выходит у меня, ребята, и будем разруливать. Сейчас это, конечно, будет бомбить по ней. По ведьмечке ты по моей. Оу, лорд пустоты уже вышел. А ну-ка, давай-ка, сдуем всех. Жик. Вот так вот. Хорошо, ребят, это хорошо, пока хорошо. У меня еще, ребят, есть... А ну-ка, давай так сделаем. Так-так-так-так, Ронин, выйди ты, ну хоть раз ты выйдешь вниз, в гневе, в психе, я не знаю, как это назвать. Вот-вот начинается, ребята, суперудар от лорда пустоты. Но я думаю, что нет шансов у него, смотрите. Уху! Шик и блеск, отлично, отлично. Ведьма меня не подвела, как всегда. А это пускай похищает кого хочет. Я надеюсь, зомби будут это. Это вообще не будет никто, потому что он даже не успевает до них долетать. Так. Поехали, будем помогать. Слушай, есть все шансы. Вообще, просто, смотрите, пробиваемся. И вот она, базенка. Ха-ха-ха-ха. Давай, круши, ломай, как говорится. Осталось немножко жизней. И... Блин, тут жаба с молотом пляшет. Есть! И заморозку мне еще дали в конце. Ну что же, я нас поздравляю. Прошли мы все отлично, идеально. С первой попытки мы зарабатываем с вами сундук захватчиков. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, в принципе, неплохо. Бородавочник 12 карточек на базу. И 9000 голды. Я доволен. И у нас еще здесь. Ох ты, ох ты. 13 карточек на боевую жабу. 13 карточек на жрицу. И 13 карточек на базу. Храм цветущей вишни. Ну что же, а мы с вами со спокойной и с чистой совестью, ребята, перелетаем в следующий портал. Так, давай посмотрим коротко, что нас ожидает. База роботов. Ага, база подданных. База захватчиков. Опять подданные. Нежить. Раз, два, три, четыре, пять. Пять карт, ребят. Ну что ж, приступаем с базы роботов. 73 уровень. Это пока очень даже хорошо. И я думаю, что вот этот отряд, наверное, здесь, в принципе, справится. Здесь у нас паладин. Здесь у нас самурай. Здесь у нас баллиста. Медленные у него юниты. Хотя, щитобот. Хоть он и медленный, но он довольно-таки противный. Вы это прекрасно знаете. Так, тихо, подожди. Я что-то разошелся. Я разошелся. Я забыл, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, по-моему, мы здесь с вами и погибнем. К сожалению. Или нет? По-моему, отлично самурай справился со своей задачей. Он успел забомбить молотильщика. Так, тихо, тихо, тихо. Вот. Вот, ребята. Он впадает в неистовство. Давай поможем своим ребятам. Вот таким вот образом. Еее. Ну, все. Теперь мы, ребята... Ага. Я забыл, что когда молотильщик погибает, он выпускает пилу. Поэтому расслабляться пока не стоит. Так, ну что. Базенку, наверное, можно ускоряться, ребята. Я думаю, что... Тихо, тихо, тихо. Карточку... Эть, карточку профукал. Не успел взять. О, видели, что он творит? Все, хана. Ладно, скажем, что здесь изи, ребят. Так, квест завершен. Лавина. Что это за лавина у нас такая? Я не знаю, ребят. Так, и переходим на второй этап. У нас... Ой. Вот в каждой фракции есть заноза. Так, вот эта вот заноза, ребята, уже вышла. Вот он. Это у нас бот-паук, который... Который меня, честно говоря, вообще раздражает. И кого брать против него, я даже не знаю. Может быть, вот этот отряд? За счет прыгуна как-нибудь выкрутится. Посмотрим. Давайте начнем. А там уже будет видно, что нам делать. Я знаю, что Джаггернаут, если он попадет против бота-паука... Вообще никаких шансов нет, ребят, у него. Он его будет постоянно притягивать, оттягивать. В общем, эта тягомотина очень долго будет идти. Так, ну а здесь давай посмотрим, как у нас. Так, ну неплохо. Джаггеров, в принципе, неплохо сносит этого молотильчика. Дальше я, ребят, хотел прыгуна, но... Видимо, пока еще рановато. А вот теперь пора. Вот теперь... Да куда ж ты, елки-то, палкист? Что ты делаешь? А этому лишь бы притягивать. Кого? Не важно. Смотри, он довольно... Или это не он крепкий? Нет, это не он, ребята. Это вот щитобот. Несмотря на свой маленький размерчик, да? Вот этот щитобот, он довольно крепкий. И сильно держит удар. То есть его нахрапом не пробить. Его единственное, что может только Ронин в гневе бомбануть с полтычка. Так, ну... Ты будешь распадаться там или нет? На, вот так вот тебе. До кучи. Чтоб не выеживался там. Ну что же. Второй этап вроде бы тоже неплохо прошел у нас, да? Несмотря на то, что бот-паук. Но я вам хочу сказать одно. Вы уровни, видите? Там пока были маленькие. Вот здесь уже 74 уровень. Я вот чувствую, что пахнет уровнем 72-м у нас. Вот честно вам скажу. И он должен быть секунды на секунду. Потому что, ну, не может быть, чтобы мы столько прошли с вами уровней. И нам еще до сих пор не дали. Так, я думаю, что, наверное, вот этот отрядик мы с вами, наверное, и возьмем. Хотя мой Джиггернаут будет круто проигрывать вражескому. А если мы, предположим, возьмем вот этих вот? Вот тут всадник на журавле вообще ничего не решает. Как-то он меня... Ладно, попробуем. Мне просто, ребят, надо куда-то энергию сливать. И я вот решил именно так сделать. Самурай, вся надежда на тебя. Ты в курсе? Давай смотреть, кого... О, естественно, естественно, ребята, молотильщик выходит. Так. 275, да? 275 не нужно. Так, хорошо. Не впал вниз, к сожалению. Давай мы вызовем всадника на журавле. И будем помогать, ребята, вот таким вот образом. Ехе! Как круто! Так, давай мы вызовем с вами на всякий случай баллисту. Но это опасно, потому что если вот этот говнюк сейчас... ...отдуплится, но он ничего не выпустил. Отлично, шикарно. Так, Джиггернаут что-то... А, мы его застанели. Ой, куда ты? Ёлки-палки, я что-то тут... Ребятули, зазевался маленько. Ой-ой-ой, кто интересен, кого? Не, ну вдвоем-то они должны его порвать. Я еще вот так вот подсоблю. Ага. Ну. Замечательно просто. Так, ну что, богиня света, будем выходить? Наверное, нам пора с тобой выйти, прогуляться, подышать свежим воздухом. Засиделась ты уж, родная. Матрёновна. Ну! Да как же вы ее быстро раскромсали-то? Нет, еще стоит. Еще стоит, ребят, пока. Пока. Блин, что у нас там по времени? У нас по времени минутка. Всего лишь минутка, ребят. Почему я вот в этом не удивлен, а? То, что он выпустил циркуляру. Нисколечко не удивлен. А, мои там уже базу бомбят. Это хорошо. Вилл, да, что делает? Этот зараза. Давай, давай, давай. Бомбанули. Отлично. Ребят, только за счет всадников на журавлях я выиграл этот уровень. Потому что пока эти шли на меня, они бомбили базу. Так, предпоследний этап из... Блин, хилбот. Плюс паукбот. Щитоносец и... Молотильщик. Хм. Надо вот этих вот брать. По-моему. Поехали. Будем проверять мою теорию. Так, сейчас, сейчас. У них молотильщик, да? Молотильщика мы, ребят, с вами, если что, прикроем джиггернаутом. Ага, вот так он решил сделать. Ладно, погнали. Вот, хилбот. Хилбот это плохо. Надо нам как можно быстрее вызывать прыгуна. Ну, прыгун. А куда ты подходишь? Какого фига ты подходишь так близко? О, смотри, 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 что происходит. Давай, 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 родной мой. Закумаривай. А мы еще... Куда? Куда, блин, фаерболт прилетел? Да. Мимо кассы, как говорится, он пролетел, ребята. Что там происходит? Я не могу понять. Ах ты, вон, что он делает. Ладно, нужен здесь нам дед. Обязательно нужен дед. Они все стоят в кучу. И дед, в принципе, может как? Бомбануть ударом здесь, и они все полягут практически, наверное. Фаерболт у меня еще есть. Упс. Смотри-ка. Как много трупиков там оказалось. Хе-хе. Давай, давай, все против себя же идем. Прыгун. Упс. Замечательно. Ребят, кстати, я в боях брал вот этого хилл-бота. Честно говоря, я немножко расстроен. Он знаете, где хорошо пойдет? Например, против... Когда у тебя есть терракоша, да? Терракотовый воин. Вот сзади него стоит ставить хилл... Вот этого хила. Против остальных же почему-то он как-то не выруливает, не вытягивает, не успевает отхилить. Хотя он у меня еще и не по фулочке прокачан, но тем не менее. Так, смотри... О, елки-палки. У нас здесь термин появился. Собственной, блин, персоны термин, ребята. Ё-моё, блин. Вот, кстати, против термина, мне кажется, лорд пустоты вообще хорошо бы. Идеально заходил бы. Бросает вот эту свою фигню, которая вгоняет в стан. Причем не имеет значения, босс, не босс. И потом армия подходит и просто накумаривает его. Надо будет как-нибудь лорда пустоты действительно раскачать. Хотя многие просили меня прокачать термина. А что скажешь ты? Кого лучше прокачать, а? Ладно, пока ты думаешь, я, наверное, начну. И начну я... Не начну я, я даже не знаю, с чего я начну. У меня очень мало энергии, ребят. Вот только этот отряд, но... Вы же помните прекрасно эффект ведьмы. Он против термина здесь не заходит. Единственное, что может нас спасти, это эффект неожиданности и быстроты. Только в этом случае мы можем пройти. Других вариантов здесь нету просто-напросто. Вот и все. Смотри, он тоже, гад, копит манну. Копит, копит. Поверьте мне. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. И вот так. Ну, это будто хана, понятное дело. Причем сразу же. Так, заморозку. Вот это нам сейчас, ребят, повезло, грубо говоря. Так, и ведьму буду узвать. Ведьма, 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 ведьма пошла. Оу, джиггернаут под влиянием, ребята, хилбота. Это сила, конечно. Причем довольно серьезная сила. Ну, бомбанули мы его. Отлично. Так, ребят, я пока не буду использовать свой суперудар. А вот это вот можно применить. Все, пока хорошо, ребят. Ух, ну что. Давай вот так, наверное, сделаем. Зря, наверное. Нет. Джиггернаут появился. Вот, ребята, и термин. Есть! Мы его просто, ребят, закумарили. Ух! Что я могу сказать вам? Изи. Просто изи. Ребят, мы подошли к базе. Он появился, конечно, но не успел ничего сделать. Один выстрел, и тут же он упал. Намертво. Так, 11 карточек ядерного бота, плюс боксер-бот. И мы переходим с вами на карту подданных. И здесь у нас уже 74 уровень. Блин, а когда мы-то получим уровень? Что за дела-то? Я не могу понять. Мы играем с вами, играем уже фиг знает сколько. Уже целых две карты прошли. Ну вот, ребята, вот почти уже на пределе. Может быть, конечно, еще одну ходочку нам сделать, и тогда... Блин, когда же я накоплю 500 гемов, ребята, на наш сундук? Нет, я, конечно, знаю, что можно вот эти вот задания, да? Призови захватчиков. 75 штук. То есть, мне просто надо взять в отряд одного из фракций захватчиков и постоянно его призывать. И тогда мы с вами быстренько 5 гемов положим себе в карман. Ну, не хочу я сейчас этого делать. Так, поехали. Короче, здесь у нас копейщик плюс тигр. И всего лишь один, ребята, доступный у меня отряд. Ой, как будто у меня есть выбор. Блин, самое обидное, что у меня четвертый отряд просто, ребята, простаивает. Просто простаивает. Так, сейчас, конечно же, побежит копейщик. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ей, успел. Есть, мы его сейчас разрубим. Так, еще один копейщик выбегает. Так, мне главное дождаться моего этого... Паладина. Да вы достали уже в самом-то деле. А под паладина нужно вызывать, ребята, обязательно... Всадник на журавле. Он здесь довольно неплохо должен зайти. Как же он все-таки мощно бомбит, этот тигр, чертов Вот что ни говори, ребят, но он здоровски бомбит Кто-то, кстати, посоветовал мне его тоже прокачать И я уже над этим, ребят, задумываюсь Потому что, ну, вы сами знаете, мало того, что он бомбит жестко Так у него еще есть фаталочка, которая вызывает дух тигра Летящий через вот это все поле и уничтожая вот этих слабых юнитов Особенно там хилов, стрелков и так далее Ну что же, первый раунд у нас... Оу, ну неужели, наконец-то, ребята Поздравляю нас всех с 72-м уровнем Нам буквально 28 уровней и мы с вами будем фул, то есть 100-го левела Но пока мы до туда доберемся, еще очень и очень много будет, ребят, боев Так, ну что ж, давайте укрепляться, неплохо я вам скажу Оу, черный мечник, кстати, мечник, его рыцарь звать на самом-то деле Ну, мечник, рыцарь, особо разницы нету Смотрите, еще, ребята, сколько тут? 230 где-то карточек, да? И мы его прокачаем по фулке У меня еще пока ни одного, ребят, героя нету с 5-ю звездами по максималке Ни одного, а хочется Уже играем все-таки давно и пора бы Ну, сами знаете, прекрасно я не доначу Некоторые, конечно, играют, донатят Кто-то взломку играет Я играю все по чесноку, ребят Опа-на! 60 карточек нам на ведьму И она получает 4-ю звезду И это будет превосходно Потому что ведьма, на самом деле, офигенная имба Я в этом сам убедился Ну, конечно, не против всех она заходит Но 50-60% игры она вытаскивает Поверьте мне Так, дальше мы прокачиваем вот этих Вот богиня света уже, знаете, как-то под большим вопросом В ее, так сказать, компетентности Потому что, ну, она уже сдает свои позиции Вы сами прикосновите, она мягкотелая Любой чувачок ее может забомбить И урон у нее не такой высокий Который мне нужен для этих этапов, ребят Ой, погоди, что я делаю-то? А, ну, в принципе, да И давайте вот продолжим прокачивать Нашего Таракошу Так, какой? 56 уровень Блин, еще качать и качать его А Хилбот? Хилбот у меня какого уровня? Тоже 51 Ладно, это все, конечно, будет впереди Так, ну что, ребят У нас с вами полный откат всей энергии Смотрите, я уже, по-моему, второе место, да, занимаю на арене, блин Меня уже сбросили, или нет? Не пойму Мне немножко непонятно, но я вижу, что здесь 74 уровень И, по-моему, я уже на 4... А, я буду драться с 4 местом То есть меня скинули, так получается, да? Нет, вроде бы А, скинули, я же был на первом месте Уже на втором Понятно Ладно, сейчас не об этом Нам нужно пройти, ребят, ну, хотя бы Навряд ли мы, конечно, здесь все пройдем Нервов у меня не хватит Но вот эту вот катку мы должны зарулить Так, тигр Здесь у нас пес храмовый И копейщик И копейщик, да? Ну, поехали Была, как говорится, не была А вы, кстати, знаете, да? Что вот эта вот ведьма Потом там у нас зомби с надгробием Это все, ребята, из Хэллоуина Да, был фестиваль У нас конкурс такой И вот их вводили именно в этот день И, как говорится, не убрали Они по сей день с нами Эй! Я так не играю, так не честно Давай, Ронин, устрой с удара всех Да, Ронин, конечно, это красота Ему пофиг Он любого сносит Будь там тигр Ну, конечно, не с удара Он, если вниз все выйдет Тогда, наверное, может быть и с удара Но все равно он хорош О! Карточки, то, что нужно нам Все, ребят, тут проходим вообще За короткие сроки И так легко Ну, потому что мы подняли всего лишь один уровень И он уже Ну, вы видите, он сказывается Так, ага Здесь прибавляется Ронин Значит, Ронин 73-го пока уровня Против моего 72-го Ну-ка, давай посмотрим, кто кого Естественно, он сейчас будет вызывать его, наверное, первым Да? Будет или нет? Как думаете? Я, на всякий случай, щитобота вызову Вызвал все-таки, гаденыш Не постеснялся Оглуши его Хуц! Даже вот так вот Так даже будет эффективнее Чем его оглушить Сейчас будет Смотри, как он бомбит Ребят, Ронин бомбит базу Просто вот Великолепно А щитобот Три удара, ребят Выдерживает от Ронина Разве это не круто? Это очень круто Ух! Нет, тигр Ты нам здесь Ты нам здесь не нужен, родной Так, погоди-ка 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 Ну Жук! Видел? Ты видел, что он делал? Ребят Оу, тихо Не надо, не надо таких вот Фу, нам повезло, что я мага-война вызвал Успел вызвать Да иди ты в пень Да как ты Просто обмен, ребята Что же делать? Я не знаю Давай вот так попробуем И вот так Ниндзя, ниндзя, ниндзя Иди ты нафиг Успокойся, как говорится Остуди свой пыл У него Ронин Намного, ребята Чаще выходит в неистости Чем у меня Намного Это я даже вот Уже сравнил Эту процентовку Эту, блин У меня раз в пятилетку выбежит А у него практически каждый Ронин Выбегает, ребята, вниз Разве в этом справедливость? Нет Я считаю, что это несправедливо Так, ну что Я вызываю ведьму, конечно же Я для этого копил Но ее надо прикрыть Вот щитобот для этого пойдет Как нельзя лучше И вот так даже сделаем Уууу Отлично Все, ребят Так, у нас времени, правда, маловато, блин Времени маловато Пятьдесятом секунд осталось Хотя этого хватит Если не выпустит сейчас дух свой А он не выпустил Ха-ха Значит, все, хана Ну, давайте, давайте Пробивайте базу Есть Да Не могу сказать, что Изи Но Тем не менее Прошли Ого Здесь уже прибавляется Ниндзя Что-то как-то у них здесь Соляночка, ребят Неопределенность Здесь у них И Ронин И Ниндзя, да Короче, всех подряд Собирают Семь четвертый уровень Опять же Но зато нет Ронина Ха-ха А если нет Ронина Значит, я здесь должен победить Потому что он у меня есть Хе-хе Так, погнали Че? Че за тишина? Перед бурей Я не понял Где там ваши копейщики-то? Сухожильные Ну Не идет никто Че там, копит там что-то? А на что? Тигра, блин Ну, конечно же, тигра Кто еще может быть? Оу А ну-ка Ронин Ну Чух Круто Молодец А вот так вот здесь мы сделаем Что ты на это скажешь? Блин, ниндзя, ребята Сейчас начнет пулякать Как всегда Чух-чух-чух Ааа Блин, хотят сказать Сама себя убила Но нет У нее вот этот вот, ребята Откат от смерти Мне очень нравится То есть ее можно С первой попытки ее убить Она как бы превращается В какую-то веточку Или в дерево Я не знаю, там Откатывается назад И опять вступает в бой С полным здоровьем И так далее и то подобное Ух Видели, что делает? Тигр Опять буянит Опять буянит И с этим ничего я не могу поделать Абсолютно Ладно Превращаем в зомбариков Ронин Мой Видите, а мой Ронин Как всегда Как наложивший в штаны И выходит Как будто он на прогулку Тут вышел А не на драку А не на смертный бой Смотрите, у ниндзя тоже Очень часто срабатывает Откат, ребят Смертельный Ну Посмотрим сейчас Сработает тут тигра По идее должно Ха-ха-ха Блин Даже этому не стоит удивляться Абсолютно, ребят Так, хорошо, хорошо Ребят, ну мы уже подошли к базе Вы это прекрасно видите И начинаем ее теребунькать Все, тут уже хана Тут даже и тигр не поможет Ну, добиваем Есть Ух, прикольно Ничего не могу сказать Так Так, и последний у нас этап Здесь, блин, Ронин 74 уровня С 5 звездами Плюс богиня света Угу Тут еще 2 энергии у нас есть Слушайте, вот этот отряд По-моему нужно менять Знаете почему? Потому что у меня здесь Только ближники все У меня нет дальников У меня нет каких-либо Других юнитов Хм Вот это, я считаю, баланс Здесь есть сила Здесь есть защита Крит Вообще все, что нужно есть Поехали Так Богиня света, да? Света, солнца И луны Ладно, будем ее, наверное Перехватывать А, подожди Тут же Ронин Ёлки-палки Я тут сижу Что-то Давай так На всякий случай О, ты видел? Я как в воду глядел, ребят Что так и будет Чуть-чуть бы замешкался бы И все И их проиграли бы, ребят Возможно Так, копим Воу-воу-воу-воу Пу, судара Естественно А если мы так же сделаем? Если мы так же сделаем, а? Что, Ронин? Ё-моё Ниндзя, выручай Выручай, выручай Есть Так Мне нужно, ребят На ведьму накопить, блин Твою маковку Он уже вызвал богиню света Сейчас, естественно Будет вызывать духа, да? Вот этого вот Свой предсмертный, блин Крик Будет вызывать же? Да наверняка будет Ведьма, ты, главное, отходи Пожалуйста Я тебя прошу Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Нужно богиню света нам уничтожить Да что ж мы не можем убить ее Есть Она пала Даже ДНК нам ДНК, блин Даже карточку подарила Ух Смотри-ка Не все так плохо Очень даже неплохо Хм Так Идем, 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 идем Ребята, идем Правда, у меня армия что-то как-то Все тусклее и тусклее Если вот так вот сделаем Ага, вышел рад Хайкает мне Так, тигр Главное тигра пережить Е Все, ребят, 48 секунд Я думаю, что здесь победа будет за нами Потому что, ну, сами видите прекрасно Мы уже у базы Мы ее уже даже бомбим Плюс у меня неплохой отряд Тот подошел Все ГЦ, ГЦ, ГЦ Ничего другого я сказать не могу И получаем с вами сундук Нефритовой империи Нефритовой империи Я думал, что это подданные, ребят Так, ну что 9 карточек всадников на журавле 10 карточек у нас на богиню солнца А мы переходим с вами на территорию захватчиков Ух Так 74 уровень Медлительные монстры Поэтому я думаю, что, наверное, нам надо взять вот этот отряд Хотя Здесь тоже всадник на журавле Кстати, не очень хорошо заходит Потому что здесь у него есть Этот Жаба с пушкой Который, блин, нервирует меня Ладно, будем смотреть, как у нас тут пойдут дела Естественно, мы с вами будем, наверное Очень долго и упорно бомбить Этого стража Вот именно его Пока мы будем пробивать, ребят Смотрите, что происходит Пока мы пробиваем Эта жаба из-под тяжка бомбит Издалека По нашим юнитам Но мы сделаем вот так вот Хитро, да? Обманули просто-напросто их всех Хе-хе Ну и, конечно же, баллисту, ребят Баллиста нам здесь вообще зайдет как нельзя лучше Можно ускоряться, потому что тут Все будет очень легко и просто Давай-давай, хорош выделываться Все Переходим сразу же на следующий этапчик Это у нас второй И кто прибавляется здесь? Тритон Честно сказать, ничего я в нем такого Супер-пупер-существенного не вижу Ну да, он ставит защиту Ну и все, что он может ставить Так что Лопушок, я думаю, что мы с ним справимся Тем более он, по-моему, падает с одного удара Если баллиста мой бомбанет, то этот Тритоша будет отдыхать Дальше где Видит Чего я ляпнул, непонятно Ладно Не в этом суть Суть в том, что Ага, вышел С такой челочкой Хе-хе Оу Так, а вот это Мне нужна пушка моя, ребят Или баллиста Баллисту я, наверное, все-таки вызову быстрее А потом вот так Хопа И моя база, как всегда, подвела, блин Выстрелил всего лишь один раз И я так не играю Так, Тритоша Нет, ребят Тритоша не с первого удара здесь падает А с двух или даже с трех Ну да и не важно Главное, что он падает Так Смотри, что он бомбит по моей Всадник на журавле Подбил, гаденыш Вот Тритоша начинает учудить А мы тогда сделаем Ну давай, вот Так Так И все Моя артиллерия подходит Мои Все эти грозные юниты Так, что он А, толкает Отталкивает Отталкивает, значит, да Спасибо за карточку Очень приятно получить ее Ну успокойся уже Давай, сдавайся Что ты Думаешь, что он здесь что-то сможет сделать Против меня Ничего у тебя не получится Давай еще Бомбанем Все Слушайте, как-то легко пока у нас все идет Но Это потому, что уровень маленький пока У врагов Пока И уже сразу 76-й 77-й Только что был По-моему, 74-й Вот тут уже Я не знаю, что делать Блин Тут еще и бородавочник, ребята А бородавочник Это быстрый юнит Он дорогой Но он быстрый В плане того, что Может С разбега Побежать на моих солдатиков И Оттолкнуть их Довольно На приличное расстояние И против него, наверное, только лишь Сможет паладину стоять То есть Выжить еще При том, что он его бомбанет Но мы начнем вот так вот Видите Нет, ну он вышел нормально Сейчас Спокойно На расслабоне, я бы так сказал Чертова жаба с пушкой Как ты меня раздражаешь Не могу прям, а Срочно нужно брать, ребят, баллисту Ну Баллиста вышел Вот Начинает бомбить потихоньку А мы еще и подсобим нашим ребятам Вот так О, 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 о Смотрите, смотрите Смотрите, что Тыч Вот про это я вам и говорил Фигово, да Все это как-то И плачевно Так О, неистовство Обожаю, когда самураша Впадает вот это безумие И начинает бомбить Конечно, он во время этого Никакого урона не получает Потому что он уже фактически мертвый Но он также и не пропускает никого Какие-то там доли секунды Которые могут нам Очень хорошо зайти В нужной, так скажем Пропорции Да куда ты Увидели, да Бородавщик бежит А у меня в этот момент База бомбила И, как говорится Мы его снесли Так, что быть Ладно Я, ребята, вызову Хотя я не особо хотел Вызывать Ну да ладно Раз уж манна Позволяет нам Пускай богиня света Выйдет на свет Ну и покажет им Где раки зимуют Хотя Я думаю, что ее сейчас Ухоркает моментально Или мы справимся Как всегда без нее Ну-ка А, черт Я думал, сейчас бомбанет по ней И хотел посмотреть Сколько же урона Нанесут по ней Но Не дано мне это пока посмотреть Ну посмотри, ребят Ну что это вот Ну что это за нищебродский дамаг Ну Смотри, вот она жарит лучом Ну вообще ни о чем, а Ни о чем И посмотрите, какая она ватная Вот она уже получает урон Посмотри Страш ее бомбит Ой Не, ребят Неэффективна она Единственное Вот этот вот луч Который раньше Жарил их И убивал практически сразу Сейчас наносит Минимальный урон Поэтому Вы уж меня извините Будем искать Альтернативу ей Надо нам Искать Другого Какого-то босса Я думаю, что В первых списках У нас либо Тритон Хотим сказать Либо Этот Как его Термин 9000 Либо Лорд Пустоты Вот кто-то из них Хотя Многие говорят Что друидка Тоже очень круто Заходит Ребят Я ей не играл Кстати Друидка у нас Вообще Сколько имеет звезд Давайте посмотрим Я ей не играл Но говорят Что она имбовая Она ставит там Какие-то Я против нее-то Играл Против нее Ну а сам за нее Не играл Давай посмотрим Сколько у нее Звезд Для начала Чтобы Думать там Что-то Слушайте Ну три звезды У нас у ведьмы Тоже три звезды И она довольно Неплохо тянет Рулит Как бы вам сказать Тем более Уровень 41 Может быть Даже мы с вами На это и пойдем Прокачаем ее Посмотрим Но Ближайший Конечно все равно У нас Как ни крути Лорд пустоты Он уже Так он у нас Какого там уровня Тринадцатого Не ну тогда Наверное Хотя у него Четыре звезды Хм А у богини Солнца Ребята Тоже четыре звезды Причем у нее Уже тысяча Набрано Да Карточек Еще тысяча И она будет фулкой Вот незадача Ребят смотрите Только начали играть Уже мы получили с вами Немножечко опыта Этого конечно мало еще Но все таки уже Прогресс налицо Ладно Ребят Я знаете что скажу Давайте задание Это передам вам Вы мне напишите в комментах И Чем больше комментов За определенного будет Босса Которого будем прокачивать Того я и начну Так ну что же Не хочу я вот этим отрядом Играть Вот честно скажу Давай Так это у нас Предпоследний Да это предпоследний Тогда Мы продолжим Вот этим Отрядом играть А для последнего боя Возьмем предыдущий Так Поехали Тут по моему Быстрых нет у него Да у него Оу Быстрых нету Ну 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 Успеем Ну Кто кого Давай 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 Эть Смотри-ка Самураша Ты меня Нет 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 Как же это Нет Мы должны его подбить Ух Слушай ребят Ну Раз такое дело Надо контрить Блин Че я могу еще По этому поводу сказать Только лишь контрить Так Давай наверное Призовем баллисту Раз уж такое дело Так Смотри Смотри-ка 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 Что происходит Так Прыгает Мы его Смотрим А почему ты Почему база Не бомбанула По нему Поэтому Странно Я вам серьезно Говорю Это очень странно Я Сделал На Атаку Да И почему-то Нифигашечки У нас Не вышло Этот тритон Тритонный Этот хищнец Спокойненько Себе Перепрыгнул И пошел дальше Как будто Ничего и не было Черт Подери Что-то тут Вообще Какая-то Заваруха Оп Бежит 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 А мы Вот так Вот сделаем И всех Обратно Как говорится Во своясь И отправили База Опять Меня подводит Так Блин Жалко Конечно Уничтожили Моего Баллисту Так Что-то тут Как-то Это все Ребят Тритон Это все Его Ребята Хрень Нет Ты не пройдешь Гаденыш Я не позволю Тебе пройти Здесь Я ребят Хочу вызвать Блин Богиню Солнца И у меня Никак не получается Накопить Да опять он идет Ну вот смотри Как такое может быть Не пойму я Вот Сейчас база Разошлась Нехило Ну у нас 28 секунд Куда там Блин 28 секунд Вряд ли Что-то у нас тут Получится Еще и хищнец Прыгает Куда он прыгнет Ну богиня света Сейчас да Зажарит Нет Не успел Хоть где-то Блин Повезло нам Да ее просто Он опять ее Опять этого хищнеца Вызывает Так все Нафиг Он меня достал Все ребят Мы сфейлились По времени К сожалению Блин Не знаю я В чем тут проблема В чем загвоздка Ничего такого Существенного Я здесь не вижу Что-то супер-пупер Такого страшного Но тем не менее Мы продули Вот и все Ладно Давайте уничтожим базу На ускорение я поставлю Быстренько ее Зашкваркаем Так Карточку заберем Как вариант Либо Нам переиграть А переиграть Кем мы можем С вами У нас Какие отряды Еще остались Вот эти Тут хищнец Да Ха Ну Давай попробуем Давай попробуем Конечно Страж будет Нас тут Доколупывать Вместе Со своим Хищнецом Интересно Мой голем Сможет справиться С ним Один на один Я думаю Что да Мы это Сейчас проверим С вами Давай 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 Прыгай Теперь вот так Давай проверим Ой Вообще Изи Справляется Ребят Так Деньги Только отдай Еще один Хищнец Епростая Но здесь Уже Джаггер Выстоит С одной Вертушки Его сносит Это неплохо Опять Да ты достал Уже Хищна С жопой Ну-ка К ногтю Там всех Ё-моё Дедуль Наверное Нам пора С тобой Немножечко Здесь повеселиться Че скажешь Давай Ты меня Никогда Еще не подводил Ну Было Немножко Но это Очень редко Ну Куда ты Куда ты Разогнался Получил А вот так Вот Подожди Ты же Что происходит В нему Порядки Он был Вроде бы Как Под впечатлением Да Страшно Он Все равно Бомбит Наших Нате Всех В кучу Там Заморозка Ой По красоте Ребят Все на нашей Стране Тритон Тритон Который Вообще Не сдался Нам Ни в одно Место Ну Давайте Базу Уже Бомбим Тут осталась Совсем Капелька Да Вот так Вот Отряд Зашел Благодаря Деду Прошли Менее чем За 150 Секунд Последний Этап И здесь Ага Как вот там Служитель Смотритель Смотритель Да Но я его называю Властелина Разума Потому что он Ребята Может любого Юнита Нашего Обратить Против нас На определенное Количество Времени И смотрим Здесь хищ нет Ой Здесь хищ нет Здесь они практически Неплохо прокачаны Плюс уровень 76 Ну ладно Я попробую Вот этим ребят Отрядом Поиграть Все лишь из-за того Что Ведьма будет Призывать зомбарей И пускай этот Смотритель Будет Как говорится Брать Под свое влияние Именно Этих маленьких Никчемных зомбарей Как бы Вот такой у меня Ребята Расчет А вот что получится Я не знаю Будем смотреть Так Хорошо Вышел бородавочник Первый Ой Хищнец Хищнец Ой Я по моему Тут ребята Немножко Нет Не Нормуль Нормуль Фух С удара его Так Копим дальше Ребят Копим дальше Манну Нам нужно 500 манны Вы это знаете Притягиваем Этих засранцев И Ведьмичка моя На изготовке Сейчас Сейчас Все Я ее выпустил Ребят Я выпустил Нашу Ведьмулечку Бородавочник Куда ты Куда ты Жух Что там Произошло Я не понимаю Вообще Так Что-то тут Происходит Ведьма Ты жива Жива Но было критично Потому что Бородавочник Вот он Вот он Ребята Вышел Собственной Блин Персоны Давай вот так Попробуем Нам просто Нужно Да иди ты В пень Ведьму Колбасили Ты посмотри Что-то куда-то Мой Ронин Побежал Не пойму Да ладно Он еще Смотри Что-то Почему Да е-мое Я не знаю Что-то происходит Ребят Куда ты Ведьма Прешь Куда ты А Е-мое Он ее Обратил Против меня Так Ладно Смотрим Мы Смотрителя Этого Будем уничтожать Сегодня Или нет Есть Мы его Убрали Даже ДНК Нам дали Хе-хе А вот так Вот Ну Давай Вот так Ураганчиком Еще Как говорится Их Подальше Ронин Есть Наконец Ронин Вышел В пятилетку С криками Ура И Смог Смог Что он там Смог Я даже Не заметил Ребят Я смотрел Тут на потасовочку Небольшую Он где-то Видимо Отдуплился Этого хищница Надо постоянно Постоянно Ребят Контролировать Он постоянно Испотяжка Так 26 секунд Как говорится Карта нам в руки Мы должны здесь пройти Да И мы Это с вами делаем Мы проходим Этот уровень Ух И открываем Сундук Захватчика Что нам Выпадет Так Жаба С пушкой Пришелец И 9 тысяч Голды И мы с вами Переходим на Карту Подданных То есть Остается Всего лишь Две карты Подданные И нежить И мы с вами Пройдем Этот портал Но я думаю Что не все Так легко Ребята Будет Как мы Хотим Так у нас Есть где-нибудь Энергия У нас Вот здесь Очень много Энергии Ну Как нам Драться с Грифоном 76 уровня Я пока Ума не Приложил Ой Ладно Ребятульки Давайте наверное Мы с вами На этой Ноте Будем закругляться Всем большое Спасибо за просмотр Я надеюсь Вам понравилась Эта серия Ну а мы Увидимся С вами В следующей Так что Всем пока Всем удачи И до новых Скорых видосиков Субтитры 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 подогнал «Симон»